Все, кто будет смотреть это видео, очень часто спрашивают, какие фрезы я использую по дереву, если я их вообще использую. Вот, смотрите, вот такие вот я купил, не скажу, что недавно, уже давно, практически поработал ими, один набор у меня уже в работе. Толщина вот этих ножек 3 мм, и подходят они на филидом у меня, на стронг, у которых 2,35 мм не подходят, я сколько искал, не нашел. Именно такие, у меня еще также есть то, что я вам показывал ранее, вот такие вот китайские, зубчатые, вот такие вот казанские, казанские ломаются чаще всего в этом месте, у них пайка здесь расслабляется во время нагрева фрезы, а китайские чаще всего ломаются вот в этом месте или чуть ниже, это при минусе. Эти, не скажу, что ломаются, потому что при такой толщине ножки сложно ее поломать, но они быстро, ну, как, вот здесь видите, какая заточка такая вот, погрубее, чем у тех. Они чаще, наверное, тупица будет, чем ломаться, и они очень травмоопасны, вот если посмотрите на этот палец из недавних, срывается, прям вот снимает кожу и долго не лечатся эти пальцы, эти пальцы. Так что будьте осторожны, если будете такие покупать и использовать. Сегодня будем их тестировать, посмотрим, как они работают. Самый мне понравился из, у меня, в принципе, две пачки я купил, одна вот 20 штук, одна по 10 штук, там большой особой разницы нет, я ссылки поставлю на покупателя, где я их, в общем, приобретал на Алиэкспресс. И вот смотрите, самая больше понравилась из всех фрез, из 20, вот эта вот, она универсальная, работает как в боковой части, так и вот этой вот. Для обдирки я и по рогу чаще всего использую, и по дереву. Берем, возьмем в работе сегодня самшит такой вот, это будущая заколка такая. Возьмем вот такой вот граб, их два бруска у меня. Вот один возьмем, будем вырезать орла. На рукоять. Такой коричневый цвет, неплохой, интересно будет смотреться рукоять. Вот такой цивиль березы, для подставки в воздухе. Вот такие две заготовки из рога лось у меня есть, тоже орлы. Тоже посмотрим, как что делать в мелких, которые есть здесь. Довольно такие интересные здесь есть фрезы, очень пригодятся в резьбе. Сейчас посмотрим, начнем, то, что я показывал, более-менее, которое мне понравилось. Ну, как более-менее. Понравилось тем, что оно универсальное для грубых обработок. У меня то, что был передом, стерся за год-полтора. Рукав полностью там поломался в креплении, вот в этом месте там сточилось полностью. Поэтому поставил от своего точила. Будет чуть шуметь больше, чем обычно. Защитные очки. Начнем. Стопи. Как видите, снимает просто, как в обычном сосну. Хотя твердое очень дерево. Очень твердое дерево, кто работал, тот знает. Так, возьмем. Граб. Понятно. А, еще вот этим попробуем. На ура грызет. Мне понравилось. Попробуем другие. Здесь, в принципе, работают все одинаковые. Так что, вот, круглые возьмем. Для разнообразия. Для разнообразия. Отлично. Это мягкое дерево, березы, как вы понимаете. Так что, мы от твердого к мягкому повезти. Возьмем твердый рог лося. Возьмем другую фрезу. Вот, сейчас посмотрим, какую выберем. Вот такой возьмем, пускай будет. Вот часть всего, которая работает. Прямая и цилиндрическая фреза. Рыбет, переза. Возьмем руки. Прямая и цилиндр. по ощущениям вот эта фреза чуть-чуть хуже работает по рогу чем фреза у которой зубья есть такие вот пирамидальные так скажем которые вот так перекрест и так перекрест получается зуб сейчас найду что нибудь сейчас как назло не найду еще а вот она вот если сравните вот это по рогу лучше работать чтобы сравнить я сниму эту фрезу и надену итог и покажу порогу ну покупал я не для рога а именно для дерева а дерево как видите снимает очень быстро легко и вот то что снимает основные большие то я им использую в роге чтобы быстрее все получалось вот видим просто быстрее снимает это это работает но быстрее снимает именно такая фреза так теперь попробуем с большой фрезой попробовать порогу поработать снимать она снимает я уже работал так что не думаю что будет какие-то неожиданности конечно это как любая китайская вещь лотерея попадется они у идеально заточены хорошо или попадаются тупые потому что у меня другой набор вот именно такая фреза она тупая цилиндрическая большая она тупая здесь она очень острая очень хорошо снимает в общем особо здесь думаю показ нечего покажу еще один вид фрезы очень который помогает работе вот такая вот вот она благодаря ей так скажем получается линии очень хорошие за один проход возьмем там шик вот так вот ну и покажу на этой заготовки фрезу давайте какой форму покажу вот этой формы тоже интересная форма труднодоступные места залить залить легко для объемной резьбы именно то что надо то что давно не было у китайцев когда я покупал я покупал их лет наверное 5 назад фрезы свои то что у меня пальчики лежат до сих пор вот такие вот с тех пор они не стоят на месте очень хорошо работают молодцы и они самое главное очень дешевые очень вот по сравнению с этими которые пачка 10 штук стоили до 1000 рублей когда я брал 1000 с чем-то потом 1000 рублей потом они подорожали потом подешевели эти стоит до 200 рублей по моему да где таком посмотрим я не помню точно сколько они стоили посмотрим по ссылке сколько они там стоят вот такие вот и мои инструменты вот такой вот видел как всегда нравится ставить палец вверх не нравится вниз всем здоровья всем пока пока